Это RimWorld, у микрофона как всегда Маморо, ну а вашему вниманию предоставляется невероятно интересная первая часть истории одной небольшой «Голозадой колонии». Рассказчиком всей истории выступает Кассандр Классическая на максимальном хардкоре, еще большую сложность добавляет факт наличия модификации усложняющих игру. Ну а начало этой, как и всех самых интересных историй, берет с одного колониста, который только создатель знает, как оказался на этой всеми забытой планете. Абсолютно голая, абсолютно без всего. Аманда выполняет роль начала запуска всех событий, произошедших позднее. Несмотря на свой малый возраст, сей персону уже обладает некими личностными качествами, которые позволяют ей не погибнуть с самого начала. Она великолепно умеет болтать, а еще лучше ухаживать за растениями от мала до велика. Наша Аманда не промах, и сразу очнувшись, посчитав свои шансы на выживание, быстро начинает цепляться за жизнь и искать способы, чтобы выжить. Срубив пару деревьев в округе, она строит себе небольшой навес у скалы, чтобы соорудить небольшой склад и место, где бы поспать. Но одним ночлегом сыт не будешь, и урчание в животе подсказывает, что неплохо было бы что-нибудь и покушаться. Заметив на первый взгляд съедобные ягоды, наша героиня решает начинать собирательство и последующее их складирование. Ну и думая о будущем, понимая, что ягодные кусты не вечны, Аманда решает высадить на плодородной почве найденные неподалеку свои первые посевы с клубникой и кукурузой. Клубнику можно пожевать, прям так, а кукурузу нужно будет готовить, но зато ее можно будет отложить на зиму, которая будет крайне суровой. Новый день начинается с того, что Аманда осознает, что с пустыми руками тут быть опасно и неплохо было бы себе заиметь какое-нибудь оружие. Но так как она никогда в жизни своими руками ничего не делала, а поблизости случайных энерговинтовок не валяется, она решает потренироваться в создании первого стреляющего оружия и постепенно создает себе из подручных материалов плохого качества лук и стрелы. Так проходили дни нашей мученицы. С голой попой ее видели люди, проходящие мимо нашего поселения. Пользуясь своим обаянием, Аманде удается продать неудавшиеся версии луков в обмен на кусочки бимикана, хоть какой-то еды. Набравшись смелости, наши героини впервые охотятся. Успешно побеждая в борьбе не на жизнь, а на смерть белку. И несомненно радуется тому, что будет сегодня кушать мясо. К середине шестого дня, когда Аманде казалось, что она в безопасности и все хорошо, она начинает строить постройку своему шалашу. Как вдруг один негодяй с дубинкой покусился на Амандиное жилище. И только благодаря невиданной ловкости и только что построенной пристройке, Аманде все-таки удается почти без ранений одержать верх над захватчиком. Ну а труп поверженного врага еще долго будет напоминать о первой победе. После она пытается продолжать выживать, промышляя охотой на козлов и обрабатывая земли в месте ее пребывания. На десятый день Амада полностью исцеляется после нападения и решает заняться благоустройством. Для этого она начинает строить ручной колодец с водицей, тазик для соблюдения гигиены и обычный деревенский туалет. Ну и для самого начала цивилизации строится первое место по приему пищи. Ну а уже с утра одиннадцатого дня, как только наша героиня получает пищевое отравление из-за неумелой готовки, она отправляется расширять место своего жилища, начиная раскопку близлежащей пещеры. Вплоть до четырнадцатого дня Аманда то и дело травится ягодами, которые сама готовит на костре. До момента удивительного совпадения, когда на караван работорговцев, пришедших поторговать, нападает лошадь, сошедшая с ума, и тем самым одаривает нас прекрасным набором конского мяса. На пятнадцатый день караван все еще находится у нас в гостях, но это не понравилось поселенцу из другой фракции, настолько, что он решил на нас напасть. На что мой союзный караван не церемонясь ответил негодующему противнику дробью в лицо, ну а мы из этой ситуации получили еще один труп и одежду, которую умудрили снять еще не с трупа. И этот день, это точка отчета, когда мы умудрились прикрыть наш голый зад. Проход, который начала Аманда когда-то рыть, она умудряется закончить только к вечеру семнадцатого дня, тем самым знаменуя захват гигантской по величине территории для последующей постройки базы. Ну и буквально через несколько часов на нас совершается очередной вероломный налет. На этот раз поблизости нет каравана, который готов нас спасти и остается надеяться только на собственные силы. Не придумав ничего нового, Аманда снова надеется на свою ловкость и меткость. Вместе с луком и стрелами она пытается бежать и отстреливаться от напасти. На удивление эта тактика работает и еще одна безоговорочная победа нашей голозатой девицы. В тот же день героиня не успела спасти колониста, свалившегося с небес, но зато успешно построила будущий склад под хранение большого количества кукурузы, собранного на днях. А сразу после поступает задание от союзной фракции, которая в обмен на приходящие на несколько дней дождь с грозой в наше поселение, мы бы получили репутации с этой самой фракцией и немного медикамент. Недолго думаем и конечно же принимаем это испытание. На 22 день один из аборигенов решается напасть на наше поселение. В этот раз он гораздо опаснее, чем прошлый, ведь у него тоже есть лук. А в условиях пришедшей грозы точность стрелка не так уж и важна. Так что наша перестрелка будет менее похожа на перестрелку лучников, а будет представлять из себя тренировку удачи. Показывая максимальный уровень везения, Аманда попадает одной единственной стрелой насквозь, пробивая печень. Больше не решая рисковать, она запирается у себя в доме, надеясь, что противник сам помрет от потери крови. Но тем временем эмоциональное состояние Аманды оставляет желать лучшего. И теперь это противостояние психического срыва Аманды и истекания крови раненого агрессора. И только благодаря великолепной удаче победу одерживает Аманда, не сорвавшись и все-таки проявив выдержку и тупо переждав противника в своей крепости. В ту же самую секунду дрожливый нудист отец Аманды падает прямо нам на голову. И нам ничего другого не остается, кроме как оказать этому бедолаге помощь. К 27 дню выживания наступают заморозки, и Аманду с отцом греет лишь маленький костерок, горящий где-то там в углу хижины. Но видимо теплоты, любви дочери и костра не хватило отцу к героине. Не захотев присоединяться, он принимает решение по-быстрому уйти, пока никто не видит. К 30 дню наше поселение начинает расти и увеличиваться. Улучшаются стены, становятся прочнее. Правда они все еще деревянные, но это хотя бы уже не сопли и ветки. И сразу после расширения поселение начинает нравиться одной из неизвестных колонисток по имени Сильф. В обмен на спасение от агрессивных лисиц, сей персонаж обещает присоединиться к нашей колонии. И сразу после прихода нового колониста, который оказывается на удивление офигенным куклам и садоводам, приходит еще два маленьких финика. Чтобы не рисковать, мы с Сильфией прячемся в нашей крепости и надеемся, что скоро эти зверьки перестанут агрессировать. С приходом нового колониста у Аманды становится больше времени по модернизации базы. Ведь теперь не нужно тратить много времени на готовку и страдать от неумения готовить блюда из клубники. На 32-й день заканчивается строительство отдельных комнат для колонистов и отдельной тюрьмы в надежде, что пойманных когда-то зэков получится приманить на свою сторону. И в этот же самый день злобные зверьки теряют к нам интерес и мы теперь свободно можем гулять, а не сидеть на самоизоляции. День 33. И поступает задание от фракции. Мол, есть какой-то там человек. Короче, приютите к себе его на 10 дней, а вось, может быть, где-то там он к вам присоединится. Ну, если вы, конечно же, ему понравитесь. Ну, мы и взяли это задание. Ведь лишние руки пригодятся в любом случае. Так что персонаж танк поселился временно в нашей колонии. Ну и поскольку стало больше ртов, напасти будут больше. В связи с этим, каждому колонисту было выдано по луку и по приказу стоять насмерть. Первая напасть не заставила себя долго ждать. Агрессивная белка нападает на поселение. Переоценив свои силы, наши девчули цели в животное, случайно стрелами попадают в новоприбывшего колониста, оставив его с обильными кровотечениями. Естественно, они вылечить его не успели. Таким образом, танк успел побыть в нашем поселении полдня. Наступает 35-й день, а с ним приходит зима. И все сопутствующие с ней проблемы. На 36-й день на нас нападает агрессивный кот. Вспоминая опыт с белкой, мы женской компанией закрываемся на базе и не хотим выходить, боясь агрессивное животное. Случается чудо, и продавец Сиан присоединяется к нашей чисто женской компании на 39-й день. Лишние мужские руки никогда не будут ненужными. Тем более, что сей мужчинка очень умелый и благодаря проворному язычку быстро вливается в ряды наших колонисток. Новый колонист занимает пост шахтера в нашем поселении, благодаря чему строительство нашей крепости становится гораздо быстрее. С первым снегом на 42-й день к нам приступает задание о нашем поселении, как убежище для колонистов из другой фракции. Это задание мы принимаем с радостью. А буквально на следующий день этот новопрыбывший кадрит нашу Сильфию. А в последующем они начинают встречаться, а я уже беспокоюсь, как бы он не свалил втихую, оставив нашего колониста с разбитым сердцем. Зимой нашим колонистам становится нечем заниматься большую часть времени, и они на 45-й день решают начинать строить холодильник, чтобы летом запасти побольше провианта к следующей зиме. А для работы морозильной камеры нужна энергия. И самый простой способ ее получения, это ветряные генераторы, которые колонисты начали строить. А вместе с появлением энергии, качество жизни наших колонистов становится лучше, ведь они перестают питаться едой, приготовленной на костре, и начинают есть то, что Сильвия приготовит им на полноценной электрокомфорке. И счастья долгим не бывает, ведь у колонистов заканчивается еда, которую Аманда как могла весь год пыталась запасти в одиночку. И единственный способ поиска провианта на данный момент, это охота. Но мало животных водится в этих местах зимой, и нам иногда приходится мириться с голодом. Даже приходится отпустить пленника, который сам добровольно когда-то к нам пришел, ведь и его мы не сможем прокормить. К 48-му дню, в момент охоты, на нас нападает абориген с дубинкой, и мы успешно одерживаем первую победу племенем без единой царапины. И тут новая напасть, чума, которая настала нашу влюбленную парочку. И если бы не передовые медикаменты, полученные за квест, Сильфия не смогла бы выработать иммунитет к этой заразе. Но так как ей везет не всем, ее любимый не смог выкарабкаться и погибает в больничной койке, отчего Сильфия еще долго не сможет оправиться. Думая, что у них точно не будет как у Сильфии, оставшиеся колонисты Сиана и Аманда объединяются в пару, и это происходит буквально пока тело только что умершего колониста не успело остыть. К 51-му дню была построена первая лаборатория, ведь нам кровь из носу нужно получить аккумуляторы для повышения эффективности ветрогенераторов, а параллельно этому Аманда расширяет посадки и занимается планированием урожая на зиму. Сон с 55-го дня еще не успела зайти, как ряды нашего племени пополняются еще одним колонистом. Его зовут Виктор, и он чрезвычайно классный колонист, ведь умеет не только метко стрелять, но еще и все правильно строить. День 56-й. На колонию покушаются два аборигена с ножами и дубинками. В ходе схватки нашего колониста тяжело ранят, но в этот раз Аманда успевает излечить его раны. Вы же там помните, что когда-то я хотел изучить аккумуляторы? Только на 60-й день мне удается их изучить и построить, благодаря чему у нас получилась полноценная энергия. Появлением электроэнергии наши колонисты желают прекратить испражняться вонючий деревенский туалет, и поэтому на 63-й день начинается строительство и планировка системы канализации, а в частности поставлена водяная скважь, а также водяная башня и ветряные помпы, которые будут эту самую воду добывать. И как только запахло цивилизованным обществом, поступает прошение о помощи со стороны колониста Анку, которому нужна помощь, ведь он спасается от белок. Без лишних слов мы принимаем его и закрываемся в нашей базе в надежде, что белки от нас забудут. И теперь наш новый колонист будет заниматься животноводством, уборкой и переноской. Чтобы использовать воду на полную, мы строим оросительную систему для полива растущих растений с целью увеличения скорости роста. На 66-й день на нас нападает стадо разъяренных газелей. Почувствовав вкус мяса, мы решаем занять оборону. Используя лишь луки и стрелы, у нас получается подавить восстание, понеся незначительные потери в виде синяков и ссадин. На 67-й день, впервые после долгого затишья, наша система полива дает плоды, а наши поля плодоносят, тем самым избавляя нас от голода, и мы начинаем запасать еду на зиму. На 70-й день ученый-психолог Стоун бежит и зовет на помощь. В виде ее специальность мы с радостью соглашаемся принять ее к себе. За ней гонится лишь один негодяй с автоматическим пулеметом, что против наших луков является серьезной угрозой, но мы хитростью применяем тактику и стратегию, из-за угла нападаем и навязываем ему ближний бой, отбирая у нападенца его оружие и жизнь. В этом сражении был серьезно ранен Виктор, но благодаря своевременной помощи все обошлось, а остальные колонисты отделались синяками и царапинами. Но самое главное, что мы вынесли из этого сражения это первое огнестрельное оружие. Хоть мы еще и не умеем производить боеприпасы, тех, что принес нападенец, хватит на некоторое время. Благодаря новоиспеченному ученому, наша колония начинает потихоньку выбираться из эпохи аборигенов. Постепенно наша база укрепляется, начато производство и обтеска гранитных кирпичей. Ну а на 74 день наш строитель Виктор радует нас старческой болезнью позвоночника. На 77 день на нас нападают аборигены, и уже из хорошего племени, и уже в хорошей защите, которую обычным луком, к сожалению, не пробить. Ко всему прочему, они еще и вооружены огнестрелом. Ожидая худшего результата, наша колония начинает работать в экстремальном режиме. Именно поэтому она хочет побыстрее закончить проект строительства туалета. Мы решаем воспользоваться той же самой тактикой, укрыться и напасть из-за засады. Но из-за толстой брони, все идет не по плану. И они чуть не похищают Виктора, но их вовремя останавливает меткий полет стрелы. Итогом битвы стали синяки, травмы, досадины. Ничего серьезного в плане угрозы жизни. А из полезного оказалось абсолютно ничего, ведь одолеть мы смогли только самых раздетых и слабых. На 82 день нашего пребывания случается малярия, которая затрагивает судьбы трех наших колонистов. Учитывая уровень медицины колонии, вопрос, выживут ли они, остается открытым. Но мы, конечно, прикладываем для этого все свои усилия, и усиленно прикладываем к ним подорожники. Ну а зато на 83 день двое колонистов становятся намного счастливее, ведь они скрепляют отношения свадьбой. На 86 день к нам приходят налетчики, вооруженные с головы до пят, даже посильнее предыдущих. И мы будем пытаться по старой тактике из-за скалы, пользуясь всем, что у нас есть, усмирить вероломных агрессоров. В этот раз, в полной мере понимая опасность, Аманда берет в руки пулемет, ведь никто не должен уйти живым. Результатом ожесточенного сражения становятся куча синяков и ссадин наших колонистов, включая серьезные смертельные ранения. Но оперативная помощь и близость лазарета сохраняет нам жизни. К сожалению, ценного лута в этот раз с агрессоров для нас нет. Изучив технологию теплиц, наша колония начала постройку теплицы, которая будет способна приносить урожай круглый год. Цвет будет поступать в нее благодаря тепличному стеклу, а тепло обеспечивается батареями с теплой водой, подогреваемой в электрических бойлерах. Наша колония усердно верит, что подобная постройка в комбинировании с навыком вспахивания полей позволит колонии пережить даже самые холодные зимы. На 90-й день к нам снова приходит рейд, но уже не такой сильный. Или дело в том, что наши колонисты закалились постоянными сражениями. Но самое главное, что мы получаем, потратив стрелы и пули, новый узник в нашей темнице. На 93-й день выживания успешно завершена постройка теплицы. В неполном виде завершены комнаты для колонистов, а также начаты новые с целью последующего расселения. Гораздо увеличен склад по сравнению с прошлой своей версией. И, наконец, исправно работает система канализации источных вод, благодаря чему колонисты могут ходить в современный туалет. И примерно в это же самое время Сильфия становится беременной в первый раз. Неожиданно как для себя, так и для всех остальных. На 96-й день выживания мы завершаем изучение механики и начинаем производить боеприпасы для огнестрельного оружия, тем самым окончательно завершив эру хождения с луками и дубинами. Осталось лишь это самое огнестрельное оружие где-нибудь донайти. И вплоть до 100-го дня выживания ничего интересного не происходило. Мы вместе с вами могли лицезреть первые 100 дней жизни этой самой колонии. От глазатых голодранцев до практически цивилизованного общества с собственным туалетом, холодильником и теплицей. На это видео было вложено гигантское количество сил и времени. Ну а будет ли продолжение, будет зависеть только от вашей реакции. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Амамору. Еще услышимся!